Ну вы только гляньте на эти пакцы. Пак за 500 тысяч, где 3 гарантированных Джокера. Пак за 600 тысяч, где 3 гарантированных 87+. Это же просто сумасшествие. Давайте так, вы набираете 7 тысяч лайков под этим видосом и следующий ролик будет с этими пакцами. Также соберем Кумира 87+, сразу на 3 аккаунтах. Вы под прошлым видеороликом набрали 7 тысяч лайков, а это значит сегодня будет геймплейный ролик, где будем тестировать новых Джокеров на воротах Ванни Сталрой. У него 2 таланта имеются, рост 1,88, это будет забавно. Крайки, Дюмфрес с невероятной физухой, Хаверц, которого только что я собрал, у него есть золотые навесы, а навешивать нам есть на кого. Как вы помните, в прошлом видеоролике мне упал Драгба, рядом с ним будет Далглиш, которого я также в прошлом видеоролике собрал. Майкл Оуэн на R1 и Мартинель, у которого тоже дриблинг R1. В центре поля Гримальда плюс Рут Гулит на 5 матчей. Буду тестить его и исходя из этого видеоролика я сделаю выводы, стоит ли собирать эту карточку или нет. Позиция ЦЗшника не столь принципиальна, поэтому я просто поставил тут проверенных бойцов Лусио и Мальдини. Также я хотел прикупить себе Криштиану Рунальду, но я думаю, что оставлю его на какой-нибудь соло ролик. Он достоин отдельного внимания, у него, кстати, файносы появились. Блин, нет, надо эту карточку обязательно затестировать, ну если, конечно, вам будет интересно. Хотя в последнее время геймплейные ролики вы не так охотно смотрите, просмотры чуть хуже, чем на бокцах. Возможно, это связано с тем, что мне под каждым видеороликом прилетает оранжевая монета, потому что я много матерюсь, поэтому сегодня постараюсь ругаться поменьше. А перед тем, как мы продолжим, друзья, хотелось бы вам напомнить о моих спонсорах, это мои лучшие друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. В сетке нашего партнера вы найдете события на любой вкус и цвет, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Также у них есть удобнейшее мобильное приложение, ну и самое главное, вы можете получить 2024 рубля по моей ссылочке. Акция уже доступна для моих подписчиков, ссылка в закрепе. А если вам нужна новая EFC, либо различные другие игрушки, а может быть вы хотите просто продлить себе PlayStation Plus, то все это добро вы можете найти у меня на личном сайте, ссылочка будет в описании. Так, наш первый соперник и сразу Кройв, Мартинелли, Зико, Де Йонг, Мусиала, ееее, вот это команда. Ну че, я полетел за Драгбу. Ну, скажу по секрету, я за этого гения уже поиграл, свое финальное мнение выскажу в конце видеоролика. Так, Мартинелли, бежит, оп, у него пятерочка на финтах, как вы помните, блин, как он управляется приятно, ребята. Ой, вон Диджи Кей там в подкаты стелится уже. Так, Рут Гулит. Ух! Ну, соперник в ужасе ливает. Ну, хотя бы дал бы забить мне. Ну вот из-за него теперь у меня минус один матч у Гулита. Ну какого хрена, яшники. Ну сделайте так, если соперник ливает, то у вас аренда не сгорает, ну это так тупо. Так, Эусебио, Гаринчи, Мбапе, Криштиану Рунальди, что у вас за составы? Это че такое? Еще я играю в пятом дивизионе. Я был в третьем, меня вот откинуло. Ух, Ваню Стулрой. Первый сейв, ребята. Оуан забивает первый мяч, неожиданно. У меня там Драгба вместе с Далблюшем, а забивает Оуан. Так, Мбапе бежит на Криштиану. Бля, состав у него, конечно, супер опасный, надо держать. Так, гулит. Перехватил мяч, но он отскочил на ногу к сопернику. Я снова отобрал мяч, но он снова отскочил на ногу к сопернику. А вот теперь нормально. Блядь, Хаверц просто как кусок говна сейчас отскочил. От маленького, бля, Гаринчи. Так, это что, Кикофф? Это что, Кикофф? Это Далблюш, да. Так, ага, крутит, держим. Тише, тише, тише. Где мяч? Я думал, он ушел. Блядь. Блядь. Пожалуйста, отдай мяч, нет. Нет, нет. Ну почему ты пролетаешь, Мальдини? Он хотел, наверное, шведкой ударить. А, у него четверки на финтах нет. Вы что, блядь? Дали ему Р1, а четверку на финты не дали? Хорошо, Далблюш. Великолепно, Далблюш. Вот почему я его собрал, ребята. Опасно. 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 Блядь, ванил в сторону. Прям в него мяч летел. Пустил как урод. Вот такой пацан на Драгба. 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 Корпус поставил. Он подвинул. Я ждал. Я вот прям ждал, когда он двинет. Не знаю, была чуйка. Хорош. Вы видели, как он корпус хорошо ставит? В анди-джуке ничего сделать не смог. Так, я его отвлек. Я его отвлек. Я его отвлек. Он купился на ООНа. Драгба. Найс. 5-2. Хорошо. Так, схавать гулит. Ну отобрал же гулит. Что-то гулит какой-то мягкотелый, ребята. Не знаю, с чем это связано. Вроде моделька у него там огромная. Хоть она и от Бэйбика. Так. Диди. Дидиэна, Далглиша. И Далглиш. Так, Далглиш. Корпус. Хорошо. Корпус развернулся. Прекрасно. Мартинели. Ой, как Мартинели. Бля, он подвинул. Не, сопернику респект. Он прям хорошо играет. Он, наверное, не наиграл на такой счет. 6-2. Хэтрик Далглиша. Драгба 2-2. ООН 1-1. И Мартинели ассист. Еще Мальтини ассист дал, когда он успел. Так. Ну тут состав, конечно, намного скромнее. Всякое бывает. Может быть, это киберспортсмен какой-нибудь. Так. Дидиэ. Дидиэ. Двигать дальше галкипера. А что все двигают галкипера, ребята? Что, блядь? Все играть научились? Гулит. Ну опять, смотрите. Он вроде и делает отбор, но делает как-то очень мягко, неуверенно. Так, Мартинели. Хороший дриблинг р1. Ну-ка гулит. Вот это пас от гулита. На Драгба. Драгба забьет. Он забьет. Он забьет. Так, побежал за R1. Мак Манаман. Ваню Стелрой. Отличный вратарь. Так, крутит, вертит. Заминди. Бамба. Э, что? Ваню Стелрой. Ваню Стелрой. Ладно. Так, соперник что-то проснулся. Разозлился. Нет. Так, что-то пошло не по плану, ребята. У меня Ваню Стелрой начал рофлить внезапно. Да что ж за провалы, ребята. Нет. Нет. Ваню Стелрой. Ваню Стелрой. Какой же ты. Да. 2-0 вел, ребята. Это мой самый нелюбимый счет. С него легче всего комбетчить. И Драгба. Драгба великолепен. 3-3. Еще надо помнить, что у него 5 звезд на слабой. Хаверц. Сожрать хорошо Хаверц. Начал уверенно играть. Ну-ка, Хаверц по флангу. Корпус поставил. Так, у него золотые навесы вроде, да? Ну-ка, попробуем. Ну, как-нибудь затолкать. Был бы там Драгба, он бы выиграл вверх. Ой, сон смещен. Откуда у него сон? Откуда он вышел? Ху. Повезло. Ну, я тут ничего не стал выдумывать. Просто пробежался и прострелил. Он что, Файнос ударит? Нет. Фу, фу. Все, спасибо. Своим блокиратором помог спасти. Ну, отобрал же. Нет, он сейчас ударит. Нет, двигаю. Ну, я двигаю, Ванни Сталрова. Я, блядь. Ну, урод. Просто урод. Драгба, ну-ка. Найс. Драгба лучший. Лучший. 5-5. Что за матч? А ты побежал. А ты побежал. Ой. Ой. Не психуй. Не психуй соперник. Все нормально. Все нормально. Не психуй. Вот сейчас уже можешь психовать, потому что есть Драгба. Потому что здесь Драгба, бля. Можешь психовать, потому что здесь Драгба. Ну, король второго этажа. Какой же классный он, ребята. Что за матч? Я проигрывал только что 4-5. Теперь выигрываю 6-5. Нормально? Нормальную игру мы играем. Ну, типа, прикольно? Весело? Мне весело. Не знаю, как сопернику. А мне весело. Что за матч? Драгба лучший. Лучший нападающий, за которого я когда-либо играл. Без преувеличения. Да, их было много. Там и Хансен была у меня какое-то время. И Ди Натали был в восторге. Гризман. Ну, Драгба это какая-то машина невероятная. 5 мячей забил. Далглиш 1 плюс 1. Мартинелли 2 асиста. Хороший матч. Прям качественный. Эпичный. До последней минуты. Ну, а в частности, спасибо Ване Столрой за этот эпик. Слабых соперников, как будто бы в этой игре не осталось. А какие вам, ребята, нападающие нравятся? Напишите в комментариях. Маленькие юркие, вот как Далглиш. Ибо большие, такие огромные, как Драгба. Вот я, честно, себе не могу дать точно ответ. До какого-то момента мне только маленькие игроки нравились. Но Драгба заставил меня переосмыслить свой взгляд на карточки. Так, следующий соперник. Зубастик Роналду. И сон в атаке. А что с составами, ребята? Вот он бежит. Ребята, я Ване Столрой не убрал. Я хотел убрать его. Твою ж мать. Но я фактически с пустыми воротами играю. Так, дядя гулит. Ну-ка, подкат. Бля, хуй его подкат. Отбор. Вот опять отбор и опять на ногу отлетает. Я не понимаю, это какой-то скрипт у него? Так как я потею, ребята, вы не представляете. Что это за матчи сумасшедшие? Можно хотя бы одного челового соперника? Бля, что я делаю? Ну, тут сам себе привез, если я пропущу. Ух, я уже был согласен пропустить. То, что сам себе привез. Но Ваню Столрой на секундочку удивил меня. Драгба, хорошо. Корпус поставил. Шикарный. Гулит. Ну-ка, пас, покажи свой. Отличный пас от гулита. Далглиш убежит, 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 убежит. А что дальше делать я не придумал? Можно вот так вот, в одно. И на! Ну, надо было развернуться получше. Я хреново развернулся. Так, ну, естественно, вешаю на диде драгба. Ну-ка, король второго этажа. Далглиш. Хорошо. Мартинелли. И Шведка. Я не знаю, как мне забить. Счет, ребята, 0-0 после первого тайма. Какой веселый матч. Соперники потеют, как в последний раз в этих дивизионах. В Укен Лиге как-то попроще играется. Намного. Тут прям каждый соперник задрот ультра-типа. И неважно, это какой дивизион. Потому что, опять же, спасибо Electronic Arts за то, что у них великолепная система. Даже если ты был в элитном дивизионе, ты можешь легко оказаться в десятом. Ну, просто пару месяцев не играешь и все. Так что, вероятно, что большинство соперников, с которыми я встречаюсь, это какие-то элитные типы в прошлом. Зубастик это гол. Это гол. Я даже до удара все понимал. Зубастик в штрафной, блядь. У меня на воротах рофлер. Так, Хайвертс на Оно. Я подаю. Ух, бля. Бля, ну этот Торштеген это какая-то машина на гулли-то. Ну-ка, настало время. Вот и закончилось время. Так, ну-ка, Далглиштайм. Далглиштайм, ребята. Это файнос. Хорошо. Ну, это гол я тоже чувствовал. Это что за пас? Ну, вот поясните, что? Я просто кнопку паса нажал. Что это было? Так, нужны качественные замены. Давайте, Роналду выпускаю. Видимо, коннект говна. Что у соперника, что у меня. А это пенальти. Ну, ё-моё. Ну, не на последних же минутах. Зубастик хорош, Мальдини. Какой подкат тысячелетия сейчас был. Всё, ГГ. 2-2. Ультрапотная катка против какого-то задрота с Р-9. Ну, я считаю, это победа. Так, всё. Пошёл ты нахер. Давайте, Лев Иванович станет на ворота. Тут у нас сразу двое играет. Ё-моё, куда я зашёл? Так, гулит. Ну-ка, лонгшотним. На нахуй. Ребята, Рут гулит. Вот, что нужно было за него делать. Так, дядя гулит. Ну-ка, заброс. Хороший заброс на Драгба. Но это гол. Тысяча и один процент. Что это гол? Потому что это Драгба, ребят. У него финишинг, как будто бы 99 из 99. Опа. Да, соперник ошибается. Соперник ошибается. А это значит, что можно наказывать. Ландовые болсы. Хорошо гулит, сожрал. Так, рубрика эксперименты. Гулита в атаку, Драгба в атаку. Хаверц и Дюмфрис с золотыми навесами. Сейчас будем вешать. Так, Дюмфрис бежит. Дюмфрис бежит. И подаёт на Дидье Драгба. Ну, уже хорошо. Так. Так. И вот так золотой навес на... Ух, как летит. Как летит. Как летит на Драгба. Хорошо, Хаверц. Мне кажется, это какая-то невероятная имба. Два по флангам с золотыми перками. И два головастика в атаке. Надо задуматься. Так, ещё навесик с углового. Давайте на Драгба. Ну-ка. Блин. Он просто невероятный на втором этаже. Да, блядь. Опять эта каскарина отнимает мячи. У меня запарило уже. На, по ногам. Я это намеренно сделал. Так, вот сейчас бы не допендриваться. Потому что... Как вы знаете... Всякое бывает. О, хорошо. Хорошо. Как они сыграли. Вот у Драгба какие-то сумасшедшие сильные удары. Я за многие карточки играл в эту часть FIFA. Но, наверное, у Драгба самые сильные удары. Такое ощущение, как будто там сила 100 миллионов примерно. Как будто бы гулять на прощание хотел мне сказать. Пандос, ты был неправ. На самом деле я хорош. 1 плюс 3 сделал. 3 голевые, 1 гол. Так, ну что, давайте подведём итоги. ЦЗшников пропускаем. Они прекрасные. Про вратаря, я думаю, что не имеет смысла говорить вообще ничего. Крайки прикольные были. Дюмферис понравился. Очень огромный. На физухе толкается, пихается. Такие карточки мне нравятся. Хаверц. Он даже асистик один отдал в последнем матче. Ну, вроде бы неплохо. В центре поля Гримальда как будто бы был незаметен. 0 плюс 0. Вообще ничего не сделал. Гулит. Что-то непонятное. В последнем матче он зафеерил внезапно. 1 плюс 4. Но в целом по отборам он мне не понравился. Хрен его знает. Может быть в геймплей неудачный попал, может быть. А просто играть не умею. А может быть просто действительно карточка не стоит своих 3 миллионов. Я не знаю. Точного ответа я не могу вам дать. Стоит ли вам её собирать. Но я скорее всего скипну эту сборочку. Всё же я надеюсь, что в СБЩ на Кумира его старшая версия мне всё-таки упадёт. По флангам. О, он. 1 плюс 2. Ну, тупо затычка. Ничего интересного. 3 на финтах. Даже не удосужились четвёрку дать. Ну, кому может быть интересна такая карточка. Да, дриблинг 90. Р1. Но 3 звезды на слабой. Так, Мартинелли. За 10 матчей. 1 плюс 6. Ассистики отдаёт. На дриблинге Р1 прекрасен. Карточку собирать рекомендую. Очень понравился. Даже больше, чем Горинча. Поэтому Горинча у меня на заменке. Ну, и в атаке. Далглиш. 10 матчей. 11 плюс 5. Наверное, не самая фантастическая стата. Просто всё внимание на себя забирает вот этот вот молодой человек. Драгба. 10 матчей. 24 плюс 5. Я в восторге. То есть, это карточка, которая очень сильно по духу напоминает Райкарда. Если вы помните, в прошлом году я играл за Райкарда. Он тоже огромный, большой. Толкается, пихается. По талантам, как будто бы ему не хватает либо Файнаса, либо Шведки. Но в целом он и без этих талантов справляется. На втором этаже это просто царь. Хотя вы помните, выходил патч и там говорили, что мощный удар головой как-то где-то пофиксили. Но что-то я этого не заметил. Ну, в общем говоря, практически каждый второй гол это вот навес с углового. И, собственно, его мощная головка решает. Короче, карточка ВАУ. Она определенно точно стоит свой там миллион. Или сколько он уже подешевел. Состав прикольный. Ролик удачный, как мне кажется. Если он вам понравился, ставьте лукос и оставляйте классные комментарии. Опять же, если мы оперативно наберем 7 тысяч лайков, следующий ролик с пакцами не заставит себя долго ждать. А тут есть на что посмотреть. Ну, только гляньте на эти паки. Ты же просто с ума сойти. Давайте. Разогревочный один за 500 поинтов открою. И мы здесь поймаем... Да ничего мы здесь не поймаем. Ну что, друзья, с вами был я, новогодний пандос FX-овщик. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Всем желаю отлично провести Новый год. Надеюсь, у вас уже есть отличнейшее настроение. До конца года, наверное, в планах выпустить еще два ролика. Вот следующий будет с пакцами. Ну и последний, я не знаю, буду думать. Если у вас есть какие-то прикольные идеи, дайте мне знать об этом в комментариях. Все. Чао, какао. Продолжение следует...